Дорогие друзья, я вас приветствую с моей тосканской кухни. Сегодня мы с мужем дома. Мы готовим два ужина итало-российских. И я вам сейчас расскажу, что они из себя будут представлять. Друзья, я вас приветствую с моей тосканской кухни. Добрый вечер. Я вернулась из Рима, вернулась с работы. Вот у меня тарелочка наверху такая есть. Мне ее подарил мой одноклассник Илюша Горбачев в центре, которая беленькая. На ней написано «Душа на месте, когда вся семья вместе». Ну, семья у нас только сегодня я и мой муж, потому что Анжела, как я вам рассказывала, наш сын, он живет и учится в Риме. А мы сегодня с моим мужем, со Стефаном, мы готовим два ужина итало-российских. И я вам сейчас расскажу, что они из себя представляют. Мой муж сегодня в свой рабочий перерыв ходил со своим товарищем, со своим одноклассником в лес и собирал грибы. Ну, совсем чуть-чуть собрал. Ну, ладно, ничего страшного. Это белые грибы. Вот, смотрите, он делает соус себе вместе с помидорами и вместе с беконом. Ну, и вот здесь отваривается паста. Пока мы ехали домой, мы спорили, кому достанется этот соус. Но я подумала, что-то мне вечером на ужин есть бекон не захотелось. Поэтому он решил этот соус совместить со своей пастой. А я планировала немножко иначе. Смотрите, пожалуйста, это моя любимая гречка. Кстати, опять напоминаю, что вот эти емкости, которыми я пользуюсь, это российская фирма, которая называется Архимед. Он же отварил мне гречку. Кстати, я всем российским домохозяйкам рекомендую ее готовить на зубок. Я когда была в Москве, мама мне сварила гречку, но она ее переварила. Мне не нравится переваренная. Я считаю, что полезнее это, когда она готовится на зубок. Вот, смотрите, я эту гречку. Дальше, Рио Маре. Известная итальянская линия, рыба, тунец. Смотрите, вот здесь помидоры и лук. Опять же напоминаю, что это знаменитая фирма Архимед. Кстати, вот мой муж еще купил сегодня грибы. И вот там помидоры. Итальянские помидоры, самые вкусные в мире. Лук. И я решила, я откажусь от грибов, именно потому что муж мой готовит сегодня соус с беконом. Поэтому я сейчас перемешаю гречку с тунцом и добавлю вот эту вот красоту. Перемешиваю. Добавляю помидоры и лук. Смотрите, как функционирует. Видите, дуршлаг фирмы Архимед. Вот как мой муж сейчас откидывает пасту. Очень даже удобно. Откинул, вот сливается вода. Ну и пока я мешала свою гречку. Смотрите, какие цвета. Практически итальянский флаг получился. Мой муж быстренько уже все себе перекинул в тарелку. Чуть-чуть осталось. Но вот на этом примере я хочу рассказать. Итак, паста варится на зубок. Соус про соус я вам уже рассказывала. Соус хранить можно, пасту хранить нет. То, что приготовили, надо употребить. Если что-то осталось, надо выбросить. Поэтому если он это не съест, он потом это выбросит. Паста никогда, ни в коем случае не идет как гарнир. Это исключено, потому что очень часто видим, что среди поляков, среди прибалтов, немцев даже иногда бывает, что используют пасту как гарнир. Ни в коем случае этого делать нельзя. Паста этого не терпит. Я хочу сказать, что итальянская кухня, она имеет мало принципов, но те, которые имеют, они железные. Паста идет исключительно как первое блюдо. Готовится паста на зубок. Соус. Кстати, вот этот соус я изначально планировала для своей гречки. А потом решила отказаться, потому что там есть бекон. Но, в принципе, вот этот же самый соус, он великолепно бы подошел к моей гречке. Вот то, что я сделала, свежие овощи нет. Конечно, это к пасте не подошло бы, если единственный вариант, вы не делаете паста Фредда, то есть холодная паста. К холодным свежие овощи подходят. Вот, смотрите, то, что у меня осталось в баночке. Архимед. Это пойдет завтра, наверное, мне на завтра. По поводу пасты. Сейчас, ля-ля-лям, открываю верхнюю полочку. Смотрите, у моего мужа какой только пасты нет. Ну, вот вам, видите, привязанность национальная кухня итальянская. Сейчас я вам покажу мою полочку. Ля-ля-лямс. Нет, это не мое. Я такое не ем ни в коем случае. Вот она, моя гречка. А, вот, кстати, вот эти палочки, я их обожаю. Покупаю у крестьян. Очень вкусно. Нет, я вот такой ерунды не ем. Вот так, ладно, время на положу. Кстати, хочу сказать, что мы готовим абсолютно без перца. Мы готовим абсолютно без соли. И если хочется перчинка, вот, пожалуйста, вот этот лук свежий добавляю. Никакого перца. Не итальянская кухня, она очень натуральная. Так что только натуральные ингредиенты. Приятного аппетита. Вон, Путин тоже кусочек хочет. Непонятно чего. Либо пасты, либо гречки. Хорошего всем вечера.